Путь из Университетского до Центра Иркутска теперь даже в час пик станет намного быстрее. Новый троллейбусный маршрут через Академический мост открыт. Машины уже прошли тестовые обкатки и полностью готовы к обслуживанию. Шесть новых низкопольных троллейбусов большой вместимости, оборудованные системой ГЛОНАСС, USB-входами, камерами видеонаблюдения, антивандальными сидениями и отопительным оборудованием. Первые пассажиры довольны, ведь теперь время в дороге значительно сократится. Во-первых, разгрузится транспорт, потому что у нас утром, как правило, в зимнее время очень много студентов. И пробки большие. И поэтому я считаю, что очень хорошо, что у нас пошел. У нас без моста, если, то, конечно, мы ехали в Круговую по Ангарскому мосту. Это очень было долго. Минут 30-40 до центра. А сейчас мы 7 минут и в центре. Это же вообще как птичка перелетела. Маршрут номер 5 по Академическому мосту протяженностью порядка 17,5 километров. Для его запуска проложено около 4 километров новых кабельных линий, установлено почти 300 опор. Также построена и введена в эксплуатацию вторая в России инновационная тяговая модульная подстанция. Кроме того, система троллейбусов позволяет экономить расход электроэнергии до 30%. Такого мощного строительства для города и горожан не было с 1995 года. Сегодня это на самом деле исторический момент. У нас второй по густонаселенности спальный район города после Синюшиной горы. Это университетский. Поэтому очень важно. Очень много студентов. Кроме того, новый маршрут – это новые рабочие места для водителей. Также муниципальный транспорт сохраняет свою социальную направленность. Проезд в троллейбусе по-прежнему 15 рублей. Одним из первых оценил преимущества линии мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он совершил поездку вместе с горожанами. Мэр также рассказал в планах запустить троллейбусы в Ленинский округ. В следующем году планируется начать работы по проектированию строительства контактной сети по маршруту от Иннокентьевского моста до 21-го советского переулка. Это уже привычный для Иркутян вид транспорт. Его нужно сохранять, его нужно развивать экологически чистый, удобный. Ну и кроме того, конечно же, это муниципальный вид транспорта. Его нужно постоянно поддерживать. После дебютной поездки по новому маршруту Дмитрий Бердников поздравил 49-летней годовщиной запуска первой троллейбусной линии в Иркутске. Наградил и поблагодарил сотрудников Иркутсгортранса за проделанную работу и преданность профессии. Мадина Халикова, Константин Синицын. Новости сейчас.